Добрый вечер, это новости на телеканале Хабар. В студии работает Надежда Полинка, сурдоперевод Хасана Исравилова. И сейчас коротко о главном. Совместное заявление об Астане. Состоялся очередной раунд переговоров по Сирии. О чем договорились? Расскажем. Чья вина? Министр ПЧС озвучил итоги расследования взрыва на шахте имени Ленина. Келленджан. В кино, показанный на нашем телеканале, популярный телесериал стал полнометражным фильмом. И начнем с официальной повестки. Хасамжомар Тукаев прибыл с рабочим визитом в Армению, где он примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Как ожидается, лидеры стран-участниц Альянса обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности организации в межсессиональный период. Договориться, президенты должны о том, как государства ОДКБ должны реагировать в кризисные моменты и как оказать помощь Армении, которая, как известно, вовлечена в вооруженный конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Напомню, в ОДКБ сегодня входят 6 стран – Казахстан, Армения, Россия, Кыргызстан, Беларусь и Таджикистан. В целом, согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах показаний помощи Республике Армения, подготовленной на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ. В Центрально-Азиатском регионе придаем особое значение дальнейшей нормализации обстановки на Тарзейско-Кыргызской границе. Считаем, что ОДКБ есть необходимые ресурсы и опыт для оказания помощи двум нашим государствам в достижении этой цели. А в Астане завершилась 19-я встреча по урегулированию сирийского конфликта. По ее итогам, представители стран-гарантов России, Турции и Ирана сделали совместное заявление. Также в переговорах участвовали делегации сирийского правительства и оппозиции – Иордании, Ливана, ООН и Красного Креста. Стороны договорились приложить усилия для нормализации обстановки в зонах деэскалации и продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом. Кроме того, они осудили действия стран, поддерживающих террористов, и призвали международное сообщество оказать помощь сирийским беженцам. Следующая 20-я по счету астанинская встреча пройдет в первой половине следующего года. Страны-гаранты астанинского формата подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению. В этой связи выразили серьезную обеспокоенность относительно активизации боевых действий и всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения за эфратия, в том числе подавления мирных демонстраций, насильственного призыва на военную службу и дискриминационных практик в области образования. Пункт пропуска Хапланбек на казахстанско-узбекской границе полностью закроют 1 декабря на реконструкцию, сообщили в Комитете госдоходов. Трассу расширят, увеличат пропускную способность и сократят время прохождения границы с 2 часов до 25 минут. Пока же поток автомобилей перераспределяют на другие пункты. Реконструкция объекта обойдется в 15 миллиардов тенге. За полтора года планируют модернизировать 9 автомобильных и 1 железнодорожный пункт пропуска на внешней границе ЕАЭС. Реконструкцию проведут без закрытия границ, но с ограничением движения авто. Отмечу, на сегодня уже начато строительство автопункта пропуска Досток-Алаколь и техническое дооснащение железнодорожного пункта Досток. Также с сегодняшнего дня внедряют систему электронной очереди на пропуске Досток-Алаколь. Данная система является максимально удобной и прозрачной. Водитель после регистрации на указанном портале, либо через мобильное приложение, выбирает свободный день, дату и время для проезда. При этом водитель получает СМС, оповещение о своей очереди. По итогам пилота планируется поэтапное внедрение системы электронной очереди по всему периметру государственной границы. Многие виды государственного контроля, осуществляемые в связи с прохождением государственной границы, планируется централизовать. Это делается для более полноценного контроля и минимизации коррупционных рисков. А проблемы экспорта казахстанского зерна, которые проходят через эти пункты пропуска, обсудим вместе с экспертами в ток-шоу «Итоги». Напомню, оно начнется сразу после выпуска новостей. Между тем, инвестиции в транспортно-логистическую сферу, по данным Бюро НАД статистики, в этом году уже превысили триллион тенге, что почти на 12% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период годом ранее. Реальный же рост физического объема 8,5%. В целом, объем капиталовложений в эту сферу экономики в последние годы растет. Однако, в этом рост наиболее значительный. Самый большой объем инвестиций в транспортно-логистическом секторе наблюдается в городе Алматы, Атраусской и Алматинской областях. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлили до конца 2023 года. Об этом сообщил министр нации экономики в куларах Мажелиса. При этом, Малибек Хуантыров отметил, что у госорганов остается право на проверку по решению руководителя, если работа субъекта МСБ влияет на жизнь и здоровье населения. А на самом пленарном заседании глава ведомства представил законопроект о развитии агломерации. Согласно ему, акиматы областей и крупных городов смогут решать проблемы пригородов. Центром агломерации может стать город с численностью населения в 500 тысяч человек, где наблюдается большой поток приезжих из близлежащих сел, пояснил Хуантыров. В качестве агломерации на сегодня определены системы населенных пунктов с центрами в Алматы, Астане, Шимкенте и Ахтобе. Город Акимат, у него есть право только финансировать проекты, инфраструктуру, инженерную, социальную, только в черте города. А формально, черта города, например, вон там, за вот этой красной лентой, там не хватает школы, хотя люди там живут. Ездят из-за этого в школу или получают социальные услуги в город. Здесь теперь у меня будет возможность, если, например, я в Алматы, я передаю деньги туда. Очень все просто, потому что тем самым город решает и свои вопросы тоже. В Мажелесии также рассказали, как пройдет инаугурация президента страны. По словам вице-министра иностранных дел Романа Василенко, на нее приглашаются дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане. Главы же других стран присутствовать не будут. Напомню, церемония вступления Хасамжомарта Тукаева в должность президента состоится в эту субботу. Что же касается парламентских выборов, то они намечены на первое полугодие следующего года, заявил спикер Нижней Палаты парламента Ерлан Кошанов. Это президент объявит. Естественно, после этого будет формировано новое правительство. По срокам надо дождаться, когда президент объявит. С каждым годом казахстанцы все больше вовлекаются в политическую жизнь страны. Об этом заявили эксперты на площадке Толк-Лау партии Аманат. По их словам, для воли изъявления народа были созданы все условия. Обеспечена работа наблюдателей от различных общественных объединений и международных организаций. Кроме того, они отметили, что сейчас сторонникам президента важно учесть и мнение тех избирателей, которые проголосовали за других кандидатов или выбрали графу против всех. У нас растет гражданская активность. И мы видим, как активно граждане по-разному выражают свое отношение. Потому что общество включилось в процесс принятия решений политических, начиная от своего местного уровня, когда мы выбираем сельских акимов. И уже совсем недавно мы показали свою активность в выборе президента страны. Основная причина, которая привела к трагедии на шахте имени Ленина 3 ноября. Такой вывод сделала спецкомиссия, которая расследовала ЧП. Из-за неправильно установленных датчиков газоанализаторов и буровых станков горняки не владели информацией об опасности и продолжали работу. Искра, образовавшаяся в процессе бурения штанги, испровоцировала взрыв скопившегося метана. Нарушения и недочеты в организации работы – это следствие практически на 50% недоукомплектованной шахты инженерно-техническими специалистами. Штатная работа возобновится после того, как устранят нарушения. Напомню, трагедия унесла жизни пяти горняков, еще четверо были госпитализированы. После трагедии на всех предприятиях компании Арселор Миттл Тимиртау по поручению главы государства начата комплексная проверка. Вина работников при этом составила 0%, вина работодателей 100%. В ходе работы комиссия определила круг ответственных лиц, допустивших нарушение трудового законодательства Республики Казахстан, а также нормативно-правых актов в области промышленной безопасности. Фигурирует 26 должностных лиц, это начиная от руководства Арселор Миттл и заканчивая руководящим инженерно-техническим составом в шахте имени. И материалы по расследованию аварии будут переданы согласно закону под надзорные и правоохранительные органы для дальнейшего принятия процессуального решения. В свою очередь гендиректор Арселор Миттл Тимиртау Беджу Наир, причисленный министром ПЧС к подозреваемым, сделал свое заявление. Текст размещен на сайте компании. Сообщается, что АМТ согласна с тем, что обязана обеспечивать безопасность сотрудников и рабочих мест, но не согласна с некоторыми выводами комиссии в отношении фактических обстоятельств дела, а также персональной ответственности. Позиция руководства официально будет выражена в рамках действующего законодательства Казахстана, говорится в сообщении. На аварийной ТЭЦ Ридера в этом году не планировались капитальные ремонты. Из 75 требуемых рабочих станцию обслуживали всего 29 человек. О грубейших нарушениях при эксплуатации теплоэлектроцентрали заявил глава региона. При всем этом износ котла агрегатов достиг критических 90%. Сейчас ТЭЦ обслуживают свыше 130 теплоэнергетиков местного ГОКа и Усть-Каменогорска. Ремонтные бригады трудятся в несколько смен. Четвертый и пятый котлы готовятся к запуску. Они доукомплектованы всем необходимым оборудованием, налажены без перебойной поставки угля. Напомним, в Акимате области обсуждают варианты передачи коммерческий ридер ТЭЦ коммунальную собственность для полного восстановления объекта. Для того, чтобы было обеспечено стабильное теплоснабжение, необходимо срочно реанимировать четвертый и пятый котел высокого давления. Они планировались, собственниками инстанции, на следующий год. Мы практически эту работу будем завершать в самые короткие сроки. Четвертый котел уже в стадии завершения. Ведутся пусконаладочные работы по системам управления и энергетическому хозяйству. Это очень серьезная работа, которая должна повысить надежность. А вот в Семей уже приступили к разработке технико-экономического обоснования строительства новой ТЭЦ. Этим занимаются специалисты Самро Хазанаэнерго. Предположительно, новая теплоэлектроцентраль появится в городе через пять лет. Напомню, глава государства в ходе своей недавней поездки в Абайскую область поручил решить проблему теплоснабжения в Семей. Отмечу сегодня, средняя степень изношенности городских котельных и теплосетей составляет почти 64%. Слияние разума и технологии. Международная конференция Ad Crunch Reload 2022 стартовала в Алматы. Это крупное мероприятие в области образования и новых технологий, которое продлится два дня. В нем принимают участие спикеры и эксперты из 25 стран. Они обсуждают вопросы гибридного формата обучения, развития интеллекта дошкольников и адаптации молодежи к цифровой трансформации. Гафу Али продолжит тему. Международная конференция Ad Crunch Reload 2022 объединила учителей, педагогов, представителей профильных министерств и руководителей IT-компаний со всего мира. В режиме онлайн участвуют около 20 тысяч специалистов. Темой для обсуждения стала адаптация и развитие молодого поколения в условиях технологического прогресса. Я уверен, что всегда перед вызовами открываются и новые возможности. Все это вместе подвигает нас к тому, что качество образования, которое получает наша молодежь, должна кардинально улучшиться. Наша общая задача – вооружить молодое поколение необходимым навыкам 21 века, новых универсальных компетенций. Основная тема дискуссии – возможности цифровых методик в образовании. По их мнению, именно адаптация к цифровой трансформации с ранних лет и станет залогом саморазвития карьерного роста в будущем. Цифровизация и новые технологии внесли значительные коррективы во все отрасли жизни. Они даже коснулись и индустрии образования, которая является консервативной. Поэтому конференция проводится для того, чтобы подрастающее поколение было готово к конкуренции на рынке труда в будущем. Также в дни конференции для гостей организована интерактивная выставка «Эд Кранч Экспо», в рамках которой в режиме оффлайн и онлайн можно будет познакомиться с новыми продуктами и их создателями, провести встречи, найти поставщиков и партнеров. В Абайской области близится к завершению съемки эпического фильма «Последний приговор», рассказывающего о жизни и судьбе Ахмета Байтурсынова. Кинопремьеру планируют выпустить в следующем году. Отмечу, историческая драма рассказывает о человеке, который на протяжении всей жизни подвергался арестам и дважды был приговорен к смертной казни. Однако, несмотря на все тяжкие испытания, выпавшие на его долю, герой не прекращал борьбу за принципы. Город Семей и вообще вся Восточно-Казахстанская область – это один из очагов, так скажем, деятельности и сопротивления Алаш-Арды. Мы это знаем по истории, поэтому выбор пал на город Семей перед съемочной группой. И непосредственно в городе Семей мы решили проводить основные съемки. И в завершении выпуска еще о кино. Неизвестный и популярный среди казахстанских зрителей телевизионный сериал «Келинжан» получил продолжение. Изменился его формат, теперь это полнометражный игровой фильм, который можно посмотреть в кинотеатре. Подробнее об этом расскажет Григорий Биденко. Популярный телесериал «Келинжан» выходит на большие экраны, как полнометражная картина. На премьере, которая прошла в одном из кинотеатров Алматы, был настоящий аншлаг. Артисты общались и фотографировались с многочисленными зрителями. Этот фильм поклонники сериала ждали долго. И прежде всего из-за новой сюжетной линии, с хорошо знакомыми и полюбившимися персонажами. Многие в замешательстве. Это продолжение сериала или что-то другое? Могу сказать, что фильм полноценный и полностью соответствует всем законам жанра. Сериал мы показывали четыре сезона на телеканале «Хабар», но сейчас уже вышли за рамки домашнего экрана. Интрига фильма закручена вокруг, казалось бы, банальной проблемы. Продажа земельного участка в одном из казахстанских поселков. При жизни им владел глава большой дружной семьи по имени Тимирбек. Участок хотят за бесценок выкупить городские бизнесмены. Но для продажи необходимо переоформить землю на одного из трех сыновей умершего. Здесь и начинает разворачиваться конфликт. Каждая из трех невесток заинтересована в том, чтобы именно ее муж стал владельцем участка. В наше время не каждая свекровь может терпеть характер и поведение своей невестки. Таких женщин сейчас уже почти не осталось. Но мы хотели именно это, как раньше строились подобные отношения. И что мы потеряли сегодня. Авторы фильма говорят, что цель их проекта – показать, что в любой, даже самой сложной жизненной ситуации, необходимо оставаться человеком. Мудрость старшего поколения раскрывается в этом фильме в полной мере. Но при этом сюжет остается комедийным. Григорий Беденкаршин, Кемельжан, Мухит Кудыгбаев, Хабар, Алматы. А у меня на этом все. Отмечу, наши выпуски доступны на мультимедийном портале Хабар Кейзет, YouTube-канале, а также в социальных сетях Facebook и Instagram. Субтитры создавал DimaTorzok